Би-мама Привет, это Би-мама Расстроена как собака Я кажется сломала палец Причем так прилично сломала Всего лишь заходила в ванную и зацепилась мизинцем Вот как это выглядело Вот сразу же, но там уже видно, что нога отекает Начинает синий палец тоже распух Ты готовишь курицу? Да, блин Сломала палец Распух болит адски Боже, я не думала, что это так страшно больно Тут очень все больно И сравнить две ноги Это начинает Тут может не сильно на камере видно Но она начинает синеть, уже отекли все пальцы Жесть, зашла в ванную Приложу пока холодная и поедем в больницу А сейчас собираемся в больницу Надо сделать рентген Я думала, были мысли все-таки остаться дома Я когда-то ломала два пальца в институте И каким-то образом даже умудрялась в чем-то ходить И они потихоньку криво срослись А потом мой одногруппник на них прыгнул случайно И выровнял мне их Все то, что было сломано криво Тут так не получится финтушами Потому что я даже на пятку не могу наступить Очень сильная боль вот этой лучевой кости Как это называют Ночевой, господи, пястные кости К самой, к началу фаланги Блин, столько плана, столько всего Везде надо бежать Не знаю, что будет Я пока вообще не думаю Поехали в больницу Все, позвонила Точно отменила встречу Думала, может я еще съезжу в больницу Там что-то мне наложат И я туда до встречи доеду Чувствую, что нет Блин, ужасно не вовремя Мне кажется, это больно, я забыла уже У меня не было таких серьезных переломов У меня был перелом Когда-то большого пальца на ноге без гипса Я его потихоньку выходила Был перелом двух пальцев в институте Когда я прыгнула неудачно Потом был перелом в локте Ну, то такое Тоже за полтора месяца срослось Поедем мы, наверное, в частную больницу Потому что я боюсь, что в обычной Мне сейчас наквачивают гипс килограммовый И буду я с ним до скончания века петлять полтора месяца А может быть здесь можно какую-то лангетку Такую специальную с липучками зафиксированными сделать Чтобы я могла хотя бы по квартире передвигаться Боже, ребята, это для меня одно из самых страшных Обездвиживание и невозможность перемещаться И делать свою работу и так далее Голова разболелась и ужасно растут Ужасно выдвинулась, да? Прям совсем-совсем Ничего Сейчас доедем, посмотрим Я очень надеюсь, что там Все как-то лучше, чем могло быть, что ли Не знаю В общем, сейчас все покажем Я ловчилась наступать чуть-чуть на пятку Там пока дело С носочком Сейчас сяду на диванчик Подождут меня позовут Сделаем рентген, потом расскажу Вот сюда все и положу, а потом отдам На какой-то еще общего дела Все, 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 все Все очень быстро Боже, за три любви с кончей частной клиники Приехал, быстренько раз, значит, солнышко Одели эту жилеточку, я уже ничего не снимала Ребята, даже телефон собирают туда Ножку так, ножку так Через 10 минут про рецепции, снимок и описание А что ждать? Ну, нога стала чуть меньше синяя Она просто сразу стала синяя, отекшая, страшная Мясом же час ее обкладывали Холодным, но все, что было в морозилке Вроде стало чуть-чуть меньше Ну, сейчас посмотрим О чем говорить, пока ждешь Результаты рентгенера В ютубе нельзя говорить Да, уже все Ну, нет, все хайпят на этом Мы не хайпим Корона или еще там Что-то, как его там называют Снимки уже готовы А, уже, да? Давай, заберем Блин Я так надеялась Стараю вам среднюю третины Поксимальную фалангу пятого пальца Без смещения и уламки Ну, хоть это хорошо То есть осколочного перелома нет Ничего не смещено На перелом есть Пятый палец, правый Зафиксируй тебе два пальца Будешь попрыгивать и все нормально У меня нервное такое, знаешь, состояние Я не знаю Мне хочется и плакать, и смеяться Моя натура лезет наверх Мне хочется ржать и стебаться По этому поводу Мне больно и очень обидно Наконец-то ты улыбаться хоть начала Хочу плакать и ржать И ржать, и плакать Блин, ты как-то психоз, да? Не, нормально Завтра у нас не начинается карантин И она будет дома И мы будем заниматься дома А я дома Это же ведь хорошо, что зима у нас такая теплая Нет снега И ты не зимой сломала И ты можешь спокойно ходить босиком Да, мы все гуляем Хорошо, прям хорошо Ну, то, что Настя будет дома все это время И я тоже дома Вот будем заниматься с ней Не надо никуда ходить Ладно, закончили с оптимистическими Да нет, наоборот Наоборот, развивай это в себе У меня у Лиды есть такой принцип, чтобы не случилось Есть принцип зато Например, там, не знаю Отпала рука, зато вторая есть Зато, Настю, не надо забирать из школы Проще по перемещению Зато, да Зато, что мне Зато завтра я не знаю, как я поеду на урок Ты на спектакле А какой у тебя завтра спектакль? Лес Зато ты сможешь Ездить на такси чаще Да, дождаться меня Я тебя заберу Ну, зато я там на диванчике посижу на мягком Полчаса, пока ты приедешь Да, я могу сейчас постепаться Напишите, пожалуйста, свои зато в комментариях У меня ужас Ну, как можно это выдержать? Я так надеялась, что там ушел Мы же обложились мясом Оно реально стало легче Мясо не лечит, Лена Мясо не лечит Снимает симптомы Это плохое, не волшебное мясо было Но отек немножко ушел Мне было адски больно Если бы это было мясо единорога То, может быть Нет, так как я уже ломала два пальца Я по ощущению боли поняла, что я их сломала Вот эти пальцы Было так больно Коля меня щекотал, гладил Надо было, кстати, но мы не хотели снимать тот момент Ребят, вот меньше всего хотелось снимать тот момент Я хотела просто грызть свое колено и плакать От злости и боли Сейчас я как-то приловчилась Хотела, думаю, вот сейчас тепло Достану туфля на каблуках Достала Зато Ты сможешь ходить босиком Давно я мечтала По дому Ладно Сейчас посмотрим, что мы будем Зато будешь делать с Настей уроки И играть на скрипке Ну и зато сейчас закончились, Дима Зато А кто будет снимать влоги? Зато Ну Зато мы будем снимать вам домашние влоги Которые вы так любите Вот напишите, что вы хотите увидеть в домашних влогах И пока я прыгаю по дому на одной ноге Я вам вот все это сниму, ребятки Обещаю Спасибо заранее всем за поддержку Знаю, что напишите внизу Все норм Не скисаю Вот перелом у меня вот здесь Вот это вот средняя косточка Ой, там люди видны Вот это вот средняя косточка у меня сломана Это целая, слава богу Я ее уже прощупывала и поняла, что она целая Но это однозначно поломанная Я еще попробовала его согнуть после того, как ударилась И чуть-чуть потеряла сознание Болит здесь кусочек, но вот здесь очень сильно болит Без смещения, если посмотреть на свет Здесь видно две такие трещины красиво Интересно, маникюр видно на лентгене? Маникюр? Давай посмотрим Слушай, а не видно ногтевых пластиндин? Ну, слушай, такая симпатичная ступня у меня хорошенькая И на втором тоже сейчас покажу Гляньте, какая милашная симпатичная ступня Вот тут, кстати, такой тенью видно чуть-чуть ногти, если присмотреться Просвечивается мяско Ну, прикольно же, глянь, какая классная конструкция Сама по себе, правда? Оно все соединено красиво Ну, а тут вот этот вот сволочь у меня Сломали У вас есть переномчик пальчика Покажите, пожалуйста Вот Видите, черненькая полосочка Ага, темненькая, да? Есть такое дело Вот это ваш переномчик в одной проекции Видишь, там видно? Ну да, вроде Да, его и тут будет видно, если вылечить хорошо На компьютере даже иногда хуже видно, чем Ну, обычный перелом в поликлинике Там иногда не всегда видно переломы вот этих пальцев Работал я в поликлинике, поверьте Там не то, что не видно Хороший ночи видеть, нет? Нет, не видно Блин Смутные тени Нет, здесь за расстроение ткани видно Ну, у нас рентген очень мощный Очень хороший О, да А здесь вот раз и второй раз Еще два? Да Могу больше увеличить Что вам сказать по итогу? Я дома вам покажу, как мне наложена повязка Она называется Римский сандалик Римский сандалик, да Врач смешной, прикольный Но нельзя снимать манипуляции в кабинете травматолога Да вообще ни в каком кабинете на самом деле манипуляция Потому что насмотритесь вы И начнете дома Начнете это делать Смотрите, я когда Первая моя реакция Когда я поняла, что я его сломал Думаю, фиг с ним Когда-то у меня сами срослись Побуду дома, срастется Не делайте так никогда Кто-то мне там написал, что я сильно раздаю советы Ну, раз уж я блогер И это моя медийная площадка Ну уж, простите Но это то место, где я могу высказывать свое мнение И оно может быть кому-то полезно Если вы ударили этот мебельный палец Любой свой палец В больницу на рентген Я думала, что там скорее всего Ну, ушиб Первое, что нужно сделать Когда вы собираетесь ехать Вот вы ударили Первое, нужно приложить холод Но аккуратно Если вы что-то достали из морозилки Заверните это в полотенечко Потому что можно получить обморожение Там просто больно И вы не почувствуете, когда вы его переморозите Вы приедете потом через больницу Через час после этого куска льда, который вы положили А у вас еще кожа слезет потом сверху И там еще будет как ожог Обморожение какой-то второй степени В полотенечко и прикладывать Пять минут подержали, немножко забрали Пять минут подержали, немножко забрали Либо если нет льда, можете прикладывать просто мокрое холодное полотенце Это вполне достаточно Да В тряпку холодной воды Пусть вам наберут в ведро Сели, полотенце умочили, выкрутили Обмотали ногу Посидели, чувствуете, нагрелось Опять в ведро Выкрутили, опять обмотали Там главное, для чего это делается Капилляры, которые вокруг лопаются И дают этот сильнейший отек И усугубляют болевой синдром Потому что давят на нервные окончания От холода оно все потихонечку собирается в кучу Прекращается кровотечение капиллярное И меньше будет болеть По себе почувствую Через полчаса стало легче Это то первое, что надо сделать Это обязательно Дальше, следующий шаг На рентген Мне безумно повезло Как вы уже только что видели У меня перелом со смещением То есть там два перелома В одной вот такой вот косточке перелом А второй перелом идет к боковой кости Так как обычно при ударе об какую-то дверь Палит же в сторону Ну как он туда вот его разворачивает В другую сторону Вот он, если бы еще чуть-чуточку сильнее я ударилась Эта кость бы просто сломалась бы вдвое И это был бы уже 100% гипс И совсем другая история А тут можно поиграться с повязкой Потому, ну я же не могу это дома определить Но болит и болит А там смещение И я точно знаю, что мне теперь надо ногу вверху держать И два дня ходить не надо Блин! Держать ногу где-то там на высоте Чтобы не было сильного отека И наступать на нее нельзя Потому что этот перелом может сместиться дальше То есть дома не определяем Не играемся во врача Моя самая любимая фраза И уже врач вам решит, что туда накладывать И он сам скажет, что гипс Ну если там положен гипс, то будет гипс Если там лангетка, то лангетка Если повязка, то повязка Вот так вот Все, поехали Дома покажешь сандалии Я хочу ныть Нельзя ныть Можно я буду ныть? Нет, нет, нет Ну выключай камеру и ной мне Блин, это тебе неблагодарное дело ныть Ты не ведешься Кому-кому поныть? Ну можно мам поною Я маме пойду поною сейчас И девкам позвоню поною И Любе начитаю ватсап поною В инстаграм пойду поною Есть ковчег? Есть ковчег? Есть Нет Почему не ной? Извини, у меня же есть ковчег, я ной Нет у тебя ковчега Есть Все Короче, поехали, Настя, заберем Я надо на сальфеджи уже везти Да, ребятки Вот это дофинальнейший диагноз Сижу, жду Настю, пока Дима со школы ее заберет Читаю Закрытый перелом Пятого пальца Правой стопы Со смещением осколков Да уж Николай уехал от меня Что вам скажу, ребятки Лежу Сейчас поотвечаю на комментарии Буду монтировать ролик Сказали ногу положить Положила на коробочку от мультиварки И лежу тихонечко Что делать? Голова болит страшно Ну, перенервничала Действительно, голова как ватой Такой каменной ватой забита Ну, значит, я буду больше монтировать Что-то, может, то, что я раньше вам обещала Пособирать, поискать материал старый Что-то соберу Ну, бытовой влоге То, что я и говорила Напишите Снимут все, что захотите Болит Ну, таблетку пока не буду пить Потерплю до вечера Я вообще не большой любитель таблеток Вечером на ночь все-таки надо будет выпить Ну, не буду же врать, да Что я не расстроена Но в силу характера Стараюсь особо на этом не зацикливаться Все, норм Я работать, а бабушка пойдет Потом Настю заберет Карантин, который у нас объявили Я не помню, говорила Я уже не помню, что я вам рассказывала А что нет сегодня в эффекте На ближайшие три недели в школах Украины карантин Всеукраинский И дальше, возможно, он будет бессрочным Будут смотреть по распространению вируса Насколько он будет двигаться по стране Страшно, ребятки Вам страшно или нет? Мне страшно Я действительно нервничаю Нервничаю, потому что Да, каждое столетие Случались эпидемии Та же сама испанка, которая выкосила 5% населения земли Брюшной тиф А раньше там всякая чума и так далее Проказа и все, что хочешь Ну, стремно Как знаете, есть такой анекдот О, ничего, ничего Через там год-два Вы все еще Вы еще посмеетесь Над этим вирусом Но не все вы Потому как-то стремновато, да? А как у вас в стране? Есть какие-то Предпринимаются что-то По борьбе с этим вирусом? Мне кажется, что у нас и тест-систем нет И все это как-то так себе Привет, как у вас? Как? Привет, как у вас? Я как раз это и спрашивала Как у вас? А у тебя как? Кресу А что ты делал? Утром Что ты утром делал? Делал Маму жалел? Делал Маму ножка болит Да он меня жалел Чухал меня Ты так меня жалеешь? Да Прекрасно Я хочу Петер Залез Куда? Наверх Все понятно Ладно, ребятки Провожу время Содержательно Встретимся в комментариях Я там сейчас буду Ай-яй-яй-яй Часто появляться Ой